здравствуйте дорогие наши подписчики сегодня мы с вами поговорим о том сколько времени ваша кошка просит кота многие владельцы кошек самочек знают какой кошмар происходит когда кошка начинает просить кота от истошных криках страдают даже соседи итак давайте поговорим о природе вообще ветеринары отмечает что первый раз кошка начинает просить кота после того как у нее происходит половое созревание а в среднем это происходит в возрасте от 6 до 10 месяцев конечно в первый раз за этим наблюдать очень непривычно кроме того что кошка очень сильно кричит тем самым зазывая потенциальных партнеров она начинает выгибаться выпячивая заднюю часть и отодвигать хвост тем самым принимая позу для совокупления а еще в данный период по дому начинают появляться метки да да это свойственно не только котам но и кошкам в период половой охоты а также очень часто ваша кошка начинает мочи спускаться кроме этого бывает такое что кошка вообще либо отказывается от еды полностью либо начинает кушать реже это вариант нормы а еще признаком половой охоты является чрезмерная ласка кошка трется своего хозяина и громко кричит сколько же времени длится период половой охоты данный вопрос актуален только для начинающих кошатников вообще общепринятое время до 10 дней у одних это 4-5 дней у других 6 семей что же делать владельцу конечно все зависит от того хочет ли владелец иметь потомство от своей кошки или категорически от этого воздерживается в последнем случае лучшим вариантом и наиболее популярным является стерилизация такую процедуру как стерилизация делают в принципе недорого практически во всех ветеринарных клиниках в данном случае это лучший вариант против орых и кликах в различных меток оставлены от вашей кошки ветеринары применяют во время проведения стерилизации только безопасные препараты швы снимать не нужно что является очень приятным бонусом так скажем а единственным минусом остается то что нужно следить за животным в период выхода его из наркоза в этот момент поведение вашего животного будет не скоординированным и хаотичным конечно же нужно будет находиться рядом чтобы кошка не получила никаких травм через 3-5 дней кошка начнет вести себя также как и до стерилизации начнет бегать прыгать хорошо кушать доказано что стерилизованные кошки живут дольше и они менее подвержены стрессом и различным психологическим расстройствам однако есть категории хозяев которые категорически против стерилизации в данном случае можно порекомендовать в период половой охоты для кошек специальные успокоительные средства кошачьи мяты данная мята не для внутреннего применения она продается в виде спрея или специальных пакетиков данные пакетики а можно разместить или например побрызгать если это в виде спрея на то место где кошка проводит наибольшее количество времени тогда кошка будет ощущать запах она обладает успокоительным средством но и кошка конечно же меньше будет кричать и волноваться также эти средства используют в период выставок когда кошка волнуется вокруг много народов других кошек также облегчает состояние следующее средство это капли фитекс данное средство оно изготовлено из натуральных компонентов поэтому вреда вашей кошки не не нанесут ну и последнее средство это уколы специальные которые делаются с временной периодичностью после чего ваша кошка и вовсе не будет кричать это все что мы вам хотели рассказать о периоде половой охоты у кошек ставьте лайки подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик чтобы могли видеть наши новые видео подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик!